Как останется Викторий Васильевич? Какой ты вообще сидел хоккеем и пытался убедить всех, когда ты играешь и занимаешься хоккеем? Но вот такое человеческое впечатление, разговор какой-то с вами был, который запомнился? Особенно разговоров не было, но скажу, на самом деле это были, я там не так много играл Он говорит, что ты по какой уровню игры? Я думаю, что я в ЦСКА играл в сборную в этот момент И насколько ты близок, я говорю, наверное, не так далеко от Фетисова Кассатона, он говорит, ну вот как будешь пахать, как Рекс, тогда можно быть достигнута, на самом деле ты еще от них далек. Это вот фраза была, которая меня так как бы, с одной стороны, заставила еще больше работать, хотя я отличался тем, что я тремился наиболее всех, и она была реалистичной абсолютно. Он не смог в российские годы найти себя в российской группе, с чем это связано, на ваш взгляд, в сборной были неудачи с ЦСКА? Ну, ментально было все другое, и потом надо было, ну, в клубе, который он возглавлял, обычно были в российское время, это проблемы с финансированием, и игроки были, ну, не всегда такого уровня, чтобы решать максимальные задачи. Ну, с другой стороны, ну, он мазайкин лучше какие-то страны, это же он, он поклонница Тихонов, вот и все, что мы можем сказать, это их игроков множество. Он работал с молодежью, он их учил, они росли, поэтому, ну, конечно, его то огорчало, но, опять же, у него не было команды, с которой, ну, так можно было бы решить максимальные задачи, и он не из тех людей, которые... Ну, фраза, там, одного из наших ведущих генеральных менеджеров, она есть, дайте мне деньги, я сделаю команду чемпион, он добивался работы. А в сборной, вот он поработал последний, последний его приход, это была, наверное, ошибка его, да? Его уговорили, по большому счету, возглавив эту сборную, говорили, что, ну, вот вы попробуйте, но вот не получилось этого, этого. Ну, на самом деле, такой период у нас был, все, по большому счету, сильнейшие игроки играли за Кеном, а здесь уже, ну, люди были с такими пробелами в хоккейном образовании, что, ну, кошмар. Но ведь он очень жестко обходился с ветеранами, моментально освобождал от команды, делая ставку на молодежь. Как это воспринимали ветераны, вот вы, например, и как, через какое время вы упростили, можно сказать так? Я долго, потому что я так очень закончил, со слезами в глазах, с СССР, по крайней мере. А на самом деле, ведь, главное, он государственный человек, его назначил Андропов и поставил перед ним задачу делать советскую сборную лучшей в мире. И чтобы мы все выигрывали, когда он сказал, как я это сделаю, если я не работаю из клуба, он сказал, какой клуб, сказали, СССР. Он говорит, ну, наверное, ЦСКА, но там же есть тренер, они чемпионы, Виктор Васильевич, это наши проблемы, вы будете возглавлять ЦСКА. Ему было, наверное, непросто, действительно, Константин Борисович Локкев, выдающийся, и специалист, и очень хороший человек, и действительно ЦСКА стал после годовой первого чемпиона, но это было для Локкева тоже ударом. И когда он пришел сюда, в ЦСКА, там же очень непросто, были в самом расцвете Михаилов, Петров, это действительно, они фантастические хоккеисты, и с ними, вот, работа шла, чтобы убедить, но абсолютно другая физподготовка, а другие абсолютно упражнения на льду и на предсезонке. Мало того, он пришел в 47 лет, и первые кроссы бегал, хотя в ЦСКА в то время не бегали кроссы, до него никогда занимались другими, ну, тренировочная работа, на льду тоже самое, не все так просто было, и только победы, которые стал ЦСКА одерживать, убедило всех, что это правильный путь. Реально, вот сейчас многие, ну, не хотят об этом говорить, но был застой в хоккее, было это очевидно, и Тихонов пришел, и абсолютно современный, суперсовременный в тот момент рельсы поставил в наш хоккей. Мы стали больше тренироваться, мы стали более профессионально относиться к делу, мы стали больше жить на сбору, никаких раскаток перед игрой не стало, стали настоящие тренировки утренние, часовые, 45-минутные, мы стали играть 4 звена, мы стали меняться по 40-50 секунд, это был абсолютно другой темп и абсолютно другая игра. В ЦСКА в тот момент пришли Капустин, Бабинов, Балдери сразу в тот год, когда он пришел, через год Дрозденский, Макаров, Касатонов, и это был косяк нашей новой сборной, на которой стала красной машиной. Вы удивились, что Виктор Тихонов согласился сегодня играть, решил играть, не знаю, как это. Знаю Виктора Тихонова, я думаю, этот вообще, я думаю, этот матч посвящен памяти Виктора Тихонова, Виктора Васильевича Тихонова-старшего, и должны сегодня показать обе команды, которых и так по себе, сам по себе, это очень важный матч, они должны показать свой лучший хоккей, но чтобы Виктор Васильевич, да, он это не видит, но чтобы в памяти его было то, что мы выходим, вышли на новый уровень. Я думаю, Витя, он поступил по-мужски, и удачи ему в сегодняшний матч. Сергей Ильич, много критиковали Виктора Васильевича, особенно в российские годы, его методы, в итоге-то он был прав. В итоге, я уже говорил, вот, я посмотрел, сколько команд провели при сезонку в этом году впервые по конспектам Тихонова, когда вот эти все фортлеки его, интервалки его, и уровень нагрузок Тихоновский, который мы, было это 30, 30 с лишним лет назад, когда я тренировался. Абсолютно, посмотрите, как ЦСКА тренировался, посмотрите, как Сибирь тренировалась, как многие команды. Именно они пришли, вот эти многие ребята там поработали за океаном, другая вроде подготовка, а они при сезонку провели как советскую, по упражнениям Тихонова, говорят, что нет. Просто в тот момент момент моментально были другие, у нас была куча выходных, было 40 игр в чемпионате или 36, там выходные были такие, когда народ там мог расслабиться. Тихонов держал нас на сборах, не потому что там он там что-то, он просто говорил, давай здесь будете спокойно готовиться, вы будете больше тренироваться, вас не будут отвлекать бытовые проблемы, здесь будет нормальное питание, и вы точно не будете нарушать призывы. Интересно, кстати, у меня же целый шкаф, блокнот в этих остался, это интересно, книжку кто-то выпустит. Целая комната, вот это самая большая проблема, и я с ним разговаривал, и когда, ну, в последние годы мы так по-хорошему общались, я говорю, Виктор Васильевич, вам надо обязательно книгу написать, он говорит, ну, напишу. О нем вышло несколько книг, а книги учебника Тихонова нет, есть, как бы, разговоры с ним, размышления о хоккее его есть, ну, о педагогической работе, так, о тренировочной, но книги учебника Тихонова, где вот, сказали, вот делай так, и ты будешь лучше, такой книги нет. Владимир Петров сейчас высказал озабоченно, что эти записи еще могут непонятно кому достаться, вот, это же вообще просто достояние страны, наверное. Ну, я думаю, Витя Тихонов, он очень здравомышленный человек, и он не допустит, чтобы это оказалось где-то в стране, но, опять же, это надо, чтобы серьезного человека, который разбирается в этом, поручили ему заняться разборкой вот этих, действительно, его дневников. Это жена там, 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 это вообще уникальное, вот, я пример просто расскажу, допустим, он проводит собрание, он никогда не ругал всех, не было собрания, чтобы вот, он говорил, а, вы все плохие, он всегда готовился к собранию, кто последний матч сыграл, допустим, 1, 2, 3 человека, неважно, он концентрировался на их ошибках, если эти были несколько матчей подряд, эти ошибки, он разбирал, он говорил, почему, он спрашивал тебя, почему ты играешь так плохо, он спрашивал твое мнение, ты его высказывал, это мнение, он все записывал, он все делал и записывал. И, допустим, какая-то встреча была там через, ну, может быть, через месяц, через 2-3, вернее, собрание новое, и спрашивали его, ну, он спрашивал, ну, что там образы Сергея, ну, как сыграл, ты говорила, или как, почему это не получилось, ты говорил что-то, говорит, вот ты же вот 17 октября говорил вот так, что у тебя не получилось, он же вот так вот все записывал, потом опять систематизировал, и это все-все уплотнялось, все было. То же самое по разбору игр, он же, вот идешь ночью, ну, у нас, это Архангельская, там, как бы, туалет был один на этаже, ну, два, и ты проходишь мимо комнаты в 3 часа ночи, он работает, он работает над видеозаписями, тогда еще оборудование было ужасно, это было не как сейчас, взял и все перемотал, очень сложно, и вот он опять выделял куски, тогда это было сложно, разрабатывал, перекладывал, и работа видеооператора, я думаю, была самой тяжелой тогда, потому что человек вообще не спал, потому что он это все давал, и потом должен быть утром уже выдать ему все эти нарезки на видео, хотя он, честно, очень редко делал на установках видеопросмотров, очень редко, там, наверное, может быть, 5-10 раз, чтобы мы сели и посмотрели хоккей, вот как бы, скажем, вот как вы играли, обычно он для себя это все выделял, мог вот эту нарезку показать, и сказать, ну, вот это не было, и это его главный вот вид, никогда всех не ругай, понемножку, может быть, каждого через день, но все получали заслуживую долю, это не была такая критика огульная, а просто он хотел, чтобы ты обратил внимание на среднюю досадку. Кстати, вот у меня последний вопрос задам, вот ты сказали, что эти блокноты не разобраны, книжка не издана, а есть тренеры, которые могут себя считать учениками Тикнов, и кто из них самый близкий последователь? Он того же Быкова в Швейцарии пригласил в ЦСКА в свое время, но Быков вряд ли его приемлет. Нет, я думаю, что это совсем другие люди, чтобы, я думаю, что из тех, кто сейчас работает, я думаю, что, конечно, Владимир Владимирович Юрзинов, это вот, ну, ближайший его соратник, можно сказать, он очень вот близок по многому, по подходу, а так из тех, кто... Из молодых нету никого? Ну, я вот скажу, что вот тот же Квартальнов работает вот в этом плане, и вот я уже сказал вам, это в интервью говорил, что он один из немногих, кто посмотрел, как надо играть в хоккей будущего, и как ЦСКА играет, как она напоминает вот именно и по схемам, и по режиму игры сборной Канады на Олимпиаде. Спасибо.